Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 19 января Православная Церковь отмечает большой христианский праздник – Крещение Господне. Владыка, чем замечательно это событие? Ну, замечательно это событие прежде всего тем, что называется оно не Крещение, а Богоявление Господне. Так оно называется в церковных богослужебных книгах, в церковном месяцесловии. А слово «крещение» – это такое уже позднее народное наименование, которое тоже неправильно и не отвечает сути того, что происходило. Греческое слово «баптизма», которое переведено у нас как «крещение», на самом деле означает «омовение». Вот мы вспоминаем омовение Христа в водах Иордана, которое совершал Иоанн Креститель. Он проповедовал о покаянии, его, собственно говоря, содержание, его проповеди, можно выразить в его же словах – «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И вот он тем людям, которые приходили к нему, предлагал покаяться, они каялись, исповедовали свои грехи, это было достаточно публично. И после этого омывались в водах Иордана, как символ того, что грехи им были прощены после этого. И Христос приходит вместе со всеми тоже, и Иоанн, увидев его, в изумлении говорит, зачем ты здесь, это мне нужно от тебя принимать омовение. Тут мы должны исполнить всякую правду, отвечает ему Христос Спаситель. И тогда Иоанн также омывает его в водах Иордана, и в это время небеса разверзаются, и Дух Святой в виде голубя, и глаз Бога Отца, который говорит, «Все есть Сын мой возлюбленный, а в Нем же мое благоволение». И вот именно это богоявление, явление на реке Иордан при Святой Троице, где Господь Иисус Христос, Сын Божий, голос Отца с неба, свидетельствующий об этом, и Дух Святой в виде голубя, который на него нисходит. Вот это богоявление и есть содержание сегодняшнего праздника, которое мы называем вот так не совсем удачно словом «крещение». Конечно же, никакой связи с тем крещением, которое мы совершаем сегодня над теми, кто вступает в церковь, это не имеет. Ну, только историческое, потому что, когда мы крестим человека, мы также погружаем ему воду трижды, но уже воспоминания тридневного погребения Христа и тридневного пребывания его в огробе. Поэтому правильно называть это событие богоявлением. А почему богоявление произошло, когда Иисусу Христу было 30 лет, а не раньше? Дело в том, что он выходит на проповедь в 30 лет. 30 лет – это время совершеннолетия в древнем мире. В Римской империи это вот такой возраст, когда человек становился уже, мог становиться хозяином, став совершеннолетним. До этого времени пока еще полных прав у него гражданина не было. Ну и по традиции просто вот в 30 лет, по церковным канонам, допустим, священника можно рукополагать в 30 лет. Вот. Не раньше. Мы, конечно, нарушаем этот канон, к сожалению, но на самом деле он очень оправдан. Зачем Иисус Христос после крещения удаляется в пустыню? Он удаляется в пустыню для того, чтобы пройти некий такой искус. Символично святые отцы говорят о том, что Христос, как новый Адам, исправляет ту ошибку, которую совершили первые люди, послушав Искусителя и подчинившись тому, что Он им сказал. Как бы вот мы называем, когда Христа спасителем, то мы имеем в виду, что Он не просто проходит сам все то, что проходило человечество. Вот в своей жизни, совершая это и исправляя те ошибки, которые были допущены. Вот эта вот ошибка первых людей Адама и Евы, она исправляется с его пребыванием в пустыне и борьбой с духом злобы и с искушениями, которые у него там были. Крещенской воде приписывают чудесные свойства. Но вся ли вода крещенская такая или только та, которую осветили в церкви? Крещенская вода – это вода, над которой совершено определенное чинопоследование и которая после этого является великой святыней. Она используется для освещения домов, помещений, различных вещей, для того, чтобы ее пить во здравие. – Вот воду в церкви на праздник освящают дважды – в Крещенский сочельник и сам праздник в Великом водосвятии. Почему воду освящают два раза? – Вы знаете, это традиция русской церкви. В России дважды ее освящают. Но я знаю, что еще в некоторых местах тоже освящают дважды – накануне и в самый день праздника. Разные есть объяснения этому. Кто-то считает, что это практика Иерусалимской церкви, которая к нам попала, а там была потом отставлена, потому что они в один день освящают в храмах, а в другой день идут на Иордан, собственно, на реку, где состоялось крещение. И у нас в России обычно накануне освящали в храме, а в самый день праздника после литургии крестным ходом шли, ну, так и называлось, на Иордане, только с мягким знаком на конце. Это прорубь в реке, в озере, где-то еще, где есть открытый водоем. И там освящали воду, и там оттуда ее уже брали, как крещенскую воду. Ну, собственно говоря, никакой разницы в этом нет. Вода и в один день, и в другой день абсолютно одна и та же. – А правильно называть это богоевленская вода? – Нет, нет, нет. – Нет, нет, нет. Это, повторюсь, это уже такое народное, такое бабушкиное богословие. – Как правильно пить, хранить крещенскую воду и набирать, как правильно? – Набирать ее надо благоговейно в храме, стараясь максимально хранить себя от того, что происходит у нас обычно в очередях. К сожалению, да, но вот очередь – это вещь такая малоуправляемая, даже очередь среди православных людей. А если учесть, что в этот день в храм приходят еще люди, которые обычно в церковь не ходят, ну, раза два-три в году, зачем-то – за водой, за вербой, за куличами, то, конечно, нужно быть очень внимательным. Я обычно, вот когда я был в Москве настоятелем подворья, то я в этот день не говорил проповедей никаких, потому что народ ждет воду, ему не до глупостей, не до рассказов каких-то. Вот, я обращался к людям и говорил, уважаемые братья и сестры, наши постоянные прихожане, вы видите, что в храме много новых и незнакомых лиц, они пришли сюда за водой, пропустите их, пожалуйста, первыми, пусть они возьмут воду и спокойно пойдут домой, говорю, не создавайте толчей. И вот было очень интересно смотреть, потому что у нас были хорошие прихожане, они такие грамотные и, в общем-то, послушные и понимающие, как вот большая и значительная толпа прихожан жмется по углам и ждет, пока все остальные наберут себе воду, так сказать. Ну, а все остальные, в буквальном смысле слова, начинают штурмовать вот эти вот баки. Вот я хотел бы пожелать, чтобы по возможности избежать вот этого вот безобразия, которое бывает в этих очередях, обязательно уступать друг другу, неважно, прихожане, не прихожане, но просто уступать друг другу, если видите, у человека есть какое-то уже такое возбужденное состояние, надо пропустить его, дать ему спокойно набрать святой воды, уйти и постараться, чтобы вот этот поход не был бы для вас таким вот источником раздражения, какое-то недовольство, досады на кого бы то ни было. И, взяв святую воду, ее надо хранить дома в таком очень приличном месте. Ну, обычно это рекомендуют хранить там, где у человека стоят иконы в доме. Конечно, брать надо в чистую посуду, хранить плотно закрытый, носиться с благоговением и пить натощак, в любых хоть каждый день, зависит от, так сказать, потребности человека. Хорошо делают те, кто утром встав, помолились, прочитали утренние молитвы и выпили какое-то очень небольшое количество крещенской воды. И таким образом начали свой день с такого вот благословения Божьего. Это правильно, так делают многие. Я рекомендовал бы тем, кто меня слушает, тоже так делать. Надо ли окунаться в прорубь во время крещения? Апостол Павел сказал замечательные слова. «Все мне позволено, но не все мне полезно». Вот слово «надо» – надо убрать. Люди закаленные, люди, которые не жалуются на свое здоровье и которые привыкли к таким процедурам, вполне могут это делать, но при этом не нужно придавать этому какой-то религиозный смысл. Это ни в коем случае не крещение или, знаете, все грехи отмыл. Конечно, это не омовение грехов, это просто некий такой обычай. Хорошо, что он соединен с таким религиозным празднованием. И, конечно же, ни в коем случае нельзя этим заниматься людям, у которых есть проблемы со здоровьем, абсолютно. Это не некая обязательная такая традиция или церковная необходимость, ни в коем случае. И, конечно же, тем, кто этим занимается, нужно хотя бы чуть-чуть, хотя бы отчасти, совершая вот это омовение, помнить о Боге, помнить о своей вере, помнить о том, что они это делают, если угодно, во славу Божию. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова